Пианист, фортепиана. Большая любовь большой семьи. Я всегда так говорю. Четыре сыночка и две лапочки дочки. Всех шестеро. История двух судеб достойная Оскара. Она думала, что я просто с ней погуляю по Бресту и сяду на поезд в этот вечер и уеду. А тут мне звонят и говорят, Аленка, он едет тебе на все выходные. Я сижу, думаю, мама моя. И признания, которые наполняют смыслом каждую секунду жизни. Я бы не променял бы свою семью. В моей семье предостаточно, чего я хочу. Теплые искренние взгляды, эмоции от сердца и навык понимать друг друга без слов. Семья Королевых в проекте «Родные люди». Смотрите прямо сейчас. Гонка и дух соперничества только на трассе. Семья Королевых на картинге впервые. Дети знакомятся с гоночными автомобилями, учатся плавно входить в повороты и узнают, как обуздать мощь мотора. Впечатлений на целую предстоящую неделю. Мы с братьями катаемся, а небольшой продукт соперничества ездил. А так он очень легко приспособился к этой машине. Семья говорит, что я еду тихонечко, а здесь Константин обгоняет меня, на газ нажимает, и его просто начинает разворачивать. У меня аж вот так страшно становится, чтобы не врезаться. Будущий гонщик растет. Крутые повороты судьбы в этой семье ничуть не уступают виражам на гоночной трассе. Сердца родителей Виктора и Елены соединились 4 года назад. Я молила Бога о супруге 6 лет. Первый муж, он у меня замечательный человек. И я молилась, чтобы у меня был такой же и второй муж. Тогда Елена жила в Бресте и воспитывала двоих мальчишек, не догадываясь, что ее опора и надежный тыл находятся в 300 километрах в столице. Было тяжело. Я один с тремя детками. Помогала бабушка, помогала крестная бабушка деток. И в один прекрасный момент мне крестная бабушка говорит, есть женщина, у нее двое деток. Говорит, попробуй познакомиться. Я уже ехал к ней на встречу первую. А я-то думала, что ну как, как всегда. Приехали, мы пообщались, походила по городу, показала, рассказала. Все, посадила на поезд и он уехал домой. А тут мне звонят и говорят, Аленка, он едет к тебе на все выходные. Пятница, суббота, воскресенье. Я сижу, думаю, мама моя. На вторую встречу, когда мы встречались, я приехал с сыном. И оставил на неделю у нее. И моя мама говорит, как ты мог, у незнакомой женщины сына оставить? Ты что? Я говорю, нормально все, хорошая женщина. И буквально через 2-3 недели я ей делаю предложение. Так зародилась одна большая семья под фамилией Королевы, где каждый день слышны голоса шестерых детей. Даниила, Ксении, Ирины, маленького Леши и двоих Константинов. Константин! Какой есть? Старший, чем Старый Сергей. Да. Подойди, пожалуйста, я бы сделал эти дариза. Хотя и Константин-младший не прочь продемонстрировать свои кулинарные способности. Сегодня по плану Шарлотка. Я бы хотела стать поваром, потому что вкусную еду готовят. И я там с некоторыми готовлю яичницу, сосиски жарю. Иногда говоришь, там, детки, давайте почитаем книжки. И тогда, кто сколько прочитает, мы даем там поощрение. Там телефон, планшеты. Все, он садится, он даже не смотрит, что за книжка, стихотворения или же сказки большие. И он сразу же начинает читать. И он говорит, мама, я прочел там 20 страниц. И не просто там с картинками, а хорошие. Я говорю, молодец, он самый первый старается. Ну, учусь на восьмерке-девятке. Чтобы сделать все домашнее, задание у меня уходит часа 4-3. Вчера я получил 10 по литературе русской и 8 по английскому. Старший же Константин обучению предпочитает общение. Я не отдам вам. Про учебу немножко так себе учусь, но стараюсь поднимать. Константин Александрович, то он вообще очень-очень открытый. Все одноклассницы порой иногда звонят, и все, Костика зовут гулять. Мальчишки тут, он, как это, душа компании. В детстве хотел стать этим, ну, по спорту всяким таким заниматься. Вот сейчас мне примерно нравится это автослесарь. И думаю, что, как бы так сказать, думаю, с другом согласились. Может, на пекарню пойдем с ним, будем работать. Может, кафешку откроем. Но пока осваивает греблю и плавает. Папа приучил в здоровом теле здоровый дух. А после занятия по актерскому мастерству. Кстати, Ксения и Константин держатся друг друга и на кружки ходят вместе. Первое время мама, ну, как-то была против, потому что далеко ехать. Ну, а папа сказал, нет, вы будете заниматься спортом, будете, я не знаю, спортсмены. Ну, и потом как-то папа переведел маму, и так мы пошли. Правый, левый, правый, левый. Ой, команда, команда они у меня. Они всегда вместе, они всегда рядом. К примеру, даже когда пошли они в дом гребли, они пошли командой. Пошла дочка, сын и третий сын. Мы взращиваем команду, чтобы они помогали друг другу. Если случится какая-то беда, чтобы они не оставляли кого-то в этой беде. Младшие детки, Ира и Леша, словно лучики освещают семью своей непосредственностью. Каждый день взрослых они украшают своими трогательными рассуждениями и забавами. Иришка, она маленькая, то она иногда говорит, я королева, я выйду замуж за короля. Я говорю, замечательно. Я говорю, и что ж ты будешь делать? Она говорит, мороженое, пирожки. Сладости она будет кушать. А кто это балуется? Кто это балуется? Что? Красавчик? Ты мой красавчик. Дай пять. Молодец! Молодец! Старший сын Даниил посерьезнее. Учится в девятом классе. Все внимание сейчас уделяет учебе. Вот-вот поступление. Я планирую поступать в колледж бизнеса и права. В сферу IT, получается, по направлениям дизайнера. Ну, восьмом у меня, получается, в голове щелкнуло. Я понял, что долго дома сидеть не смогу. И довольно-таки часто видел людей, которые без работы. Или несчастно живут, хотя на ту работу, которая мне нравится. Лучше я сейчас буду стараться и стремиться к тому, что хочу. Человек перестает работать только тогда, когда он получает от работы удовольствие. Он хочет на художественное. Я говорю, никаких проблем. Будешь дизайнером. Хорошо. Я им только помогаю, наставляю. А какой путь они выберут, это уже их жизнь. Это их направление. И это их будет путь проб и ошибок. Я им не буду говорить, что сюда не ходи. Я им посоветую нити, если они пойдут, наступай на эти грабли. Зато в следующий раз ты туда не пойдешь. Даниил увлекается настольными играми. К этому приобщил всю семью. Это наше хобби, настольные игры. Недавно появилось, одевать надо на губу какую-то штуку и произносить слова. Ты должен угадать эти слова. Дети, наверное, должны чувствовать эту заботу, любовь. Если они это чувствуют, значит, они будут и своих детей воспитывать, растить. И они будут проявлять вот эту заботу к своим детям. Мама и папа. Они добрые. Еще бывают. Папа плачет, строгие немножко. Но мама хорошая. Я думаю, что родителям тяжело, потому что нас много. Иногда бываем, забываем про свои домашние дела, которые надо делать. Они потом приходят, все усталые, с работы. Усталость была, есть и будет во всех женщинах, но просто каждый выходит по-своему. Если супруг выходной, я просто иду с ним по улице гулять. За это время я перезаряжаюсь. И, как говорится, в бой с новыми силами. А задач у мамы немало. Проверить уроки, приготовить обед и уложить спать полуторагодовалого Лешу. Последнее, бывает, дается не всегда просто. Без поддержки супруга Виктора, к счастью, Елена не остается никогда. Я просто, можно сказать, схватила удачу за хвост. В том плане, что у меня муж замечательный второй тоже. И с малышами, и по дому помогает. И очень открытый, дружелюбный. Мне это очень нравится. Мы как одна душа. Так что есть время и на хобби. Многодетная мама по профессии швея-закройщик. Поэтому профессионально и по-женски наполняет жилище теплотой и уютом. Старается, чтобы присутствие хозяйки ощущалось в каждом уголке дома. Вот нашлось применение старым джинсам. Из них Елена шьет наволочки. А у нас сейчас супруг сделал балкон. И я его хочу очень красиво отделать. Чтобы там были места, где можно посидеть, кофе попить. И чтобы там были подушечки красивые. Чтобы была свободная, как говорится, комнатка для отдыха. А знаешь, что будем делать? Давай. Давай. Телефон. 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 А теперь уроки. К воспитанию детей оба родителя подходят ответственно. Несмотря на то, что Виктор работает водителем-международником, часто бывает в разъездах. Справедливую строгость отца ребята знают хорошо. Как воспитывать детей, они с Еленой решили еще, как говорится, на берегу. Мы с ней, когда еще только встретились, мы договорились, у нас уговор такой. Если кто-то один начинает детей воспитывать, с словом, второй не влазит, родитель. Если супруга начинает их воспитывать, я все равно не влажу. Я вам еще могу сказать, да, нехороший. Если она видит, что я воспитываю, она не влазит. Она говорит, папа сказал, все, все вопросы к папе. Папа, он ругает за оценки. Если, например, я принесу там четверку или пятерку, мама скажет, ну что, надо было готовиться, а папа начнет наезжать. Как-то, что, почему не сделал уроки? Ну все, что же делать. У меня система таких поблажек. Они должны выполнить какие-то определенные. План мной поставлены. Зарабатываю очки, они там получают, например, телефон. Или там, можем сходить им вкусняшку купить. Умение радоваться мелочам, прощать и быть честным самим с собой – принципы семьи Королевых. Недалеко от дома как раз есть место для игры в баскетбол. Пока мальчишки тренируются в меткости, девчонки поддерживают игроков. Здесь же и воркаут-площадка. Папа воспитывает в ребятах силу, чтобы вырастить настоящих мужчин. Ну а уже после они соберутся за одним столом, где теплые слова и беседы о насущном словно невидимыми ниточками скрипят их сердца. И в эти мгновения любой, кто смог бы украдкой наблюдать такую идиллию, разглядел бы этот сакральный смысл. Семья – это не просто ячейка общества. Это богатство. И в то же время это труд. Огромный труд. Плоды которого дают силы жить, идти вперед, преодолевая любые трудности. Хорошо, когда рядом родные люди. Большая семья – это любовь, это тепло, это взаимовыручка. Большая семья – это гордость, радость. И уроки ты будешь понимать, что нельзя делать, а что можно. Я бы не променял бы на свою семью. Но быть старшей сестрой – это что-то невероятное. Иногда бывает, что на меня скидывают, на старшего брата скидывают. И бывает, что даже помочь кому-то приходится. Лучше живется, когда много детей. Для людских желаний это, конечно, хочется много, но в моей семье предостаточно, чего я хочу. Большая семья – это счастье, это любовь, это позитив. Это каждый день, он неординарный. Это когда дети приходят, тебя обнимают. Ты приходишь, приезжаешь с рейса, а тебе дети окружают, папа, привет. Приходишь с магазина, младший уже этот пакет тянет куда-то в другом направлении, а он знает, что надо на стол затянуть. Это любовь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...